Вы с ночной до смены? Скажите, пожалуйста, как прошла ночь сегодняшняя? Более спокойно, чем обычно. Обычно это высокие температуры, это уколы, таблетки, кислород кому-то можно подключить. Сегодня более-менее спокойно. Ощущается, что коронавирус отходит? Нет. Пока такого сказать нельзя, да? Ну, народ все поступает и поступает. В основном, если пожилые, то это их дети заражают, приезжают. Но пока не чувствуется спада карантина этого. Утром прихожу в чистую зону, одеваюсь. Сейчас будут приходить сюда сотрудники и будут сдавать мне дежурство. Сколько поступило, сколько выписано, состоит, какие тяжелые. Про каждого пациента расскажут все. Потом я одеваю костюм и иду туда. Вот мой костюм, все приготовила. Тяжело в костюме работать? Очень тяжело. Как вы справляетесь с таким ритмом? Значит, здесь вопрос надо. Вот как утром встала, пришла, а вечером дома. Отдых такой, чтобы утром встать и снова на работу. С настроением, с желанием. Если в депрессию не впадать, то есть поднимаем друг друга еще духом. Абсолютно чувство юмора. Там улыбнулись, засмеялись, где подбодришь, где пожуришь. В большей степени это пациенты пожилого возраста? Очень различные. И средний возраст есть, и пожилой от 75-77 и до 90 лет. 92 было. А есть кто запомнился больше всего из пациентов? Ой. Знаете, каждый из них запоминается по-своему. Каждый по-своему. На всех на них смотришь. Хочется сделать максимум, чтобы они были живы. Просто у меня низкий поклон ко всем. К врачам, к медсестрам, к санитарам. Долго работаете? Ну, около трех недель уже. Около трех недель. День помогания. Это мы всегда друг другу помогаем, чтобы правильно все надеть. Много очень всех процессов. Так что я благодарна всем, всем, кто помогает. Спасибо городу, который нам помогает. Нам помогают люди. Нам помогает Березник. Он нас по-утки обеспечивает, как бы, и внимание такое очень хорошее уделяет. И еще я скажу вам другое. Значит, на мою просьбу я обратилась в Росатом цирку. Нам достали 8 пульсоксиметров. Нам достали, подарили, ну, нам купили, подарили. Нам подарили бесконтактные термометры, эти, термометры. Нам подарили бесконтактные тонометры. Мы же, это специальные. И он это, вот это сделала Росатом. Техническая академия. Далее, обратились мы в особый отдел по технологии. Нам приобрели два концентратора. Концентратора. Концентратора, это такой аппарат, когда ты включаешь, масочку подключаешь и дышим кислородом. Дышим кислородом. Два концентратора. А мужчина, который, я не буду говорить фамилии, он выписался с выздоровлением у нас. Ни слова не говоря. И увидел, какая бывает очередь на концентратор. И привез сам лично, купил два концентратора. Понимаете? И два бесконтактных термометра. Большое спасибо ему. Он выписался, это сделал. Потом я его вот так не увидела. И если будет возможность, я благодарю его. Потому что и все пациенты в этом отделении, когда получили еще два концентратора, Вы понимаете, нагрузка. Сразу прям больше стали получать кислород. То есть город в целом нам помогает. Что можете сказать о своем персонале? Ну персонал в этом самом деле не только инфекционного отделения работает. Еще и с инфекционного отделения работают. И врачи, и сестры, и санитарочка пришла вот с июня месяца работать к нам. Светлана Владимировна. Вот еще. Ну он с нами старается. Да. Терапия, это пульмонология, терапия третья работает. Вот самый. А они отработали. Мы вместе. 6 мая. Рука об руку. Наш вожак из пульмонологического отделения на больничном. Это была для нас трагедия. Коронавирусная инфекция. Сейчас она поправляется. Была в Москве и прибыла. И мы счастливы, правда же. Расскажи про девчонки. Работайте с инфидиармом. Вот спросите ее. Вот она, видите. Смотрите, смотрите. Видите складки. Она после ночи. Взяжно. Как прошла ночь? Расскажите, пожалуйста. Ну, относительно спокойно. Бывали ночи похода? Бывают. Бывают ночи тяжелые. А в чем вот эта вот тяжесть? Ну, пациенты тяжелые. Сопутствующие патологии с хронической, которая дает о себе знать, как осложнение настоящей инфекции. Приходится и по ночам переправлять в другие стационары. Ну, и так оказывается. Как вы справляетесь с таким ритмом? Тяжело. Но справляемся. Стараемся. Работать там вообще-то тяжело. И, наверное, все сказано уже. Просто, наверное, огромная просьба к людям, чтобы, наверное, соблюдали режим в общественных местах. Потому что вчера зашла в магазин, больше половины масок не носят. Расслабился наоборот. Не надо. Понимаете, когда побудешь в этом отделении, становится просто страшно. Страшно. Потому что люди сейчас, в основном, пошло уже более старшее поколение. Молодые. И молодые летят. Слетают. Тяжело болеют. И сейчас они все приходят домой и приносят это все своим родителям. Родители-то пожалеете. И деток пожалеете. Тяжело болеют люди, на самом деле. В основном, люди болеют тяжело. Просто вот такая вот, наверное, двенка пожалеет. И нас пожалеете, потому что нам работать тоже тяжело. В таких костюмах. Сейчас видели старшую сестру с карминологией. На себя вышло все сдавливает. Лицо сдавливает. Голову сдавливает. Мы выходим с головной болью. Мы выходим. У нас все ломает. Потому что тяжело работать в этом костюме. Они работают практически 24 часа. Они выходят на часок перекусить, отдохнуть. Это сестерский состав. Санитарки работают по 12 часов. Мы работаем тоже по сможеству. У нас рабочий день не такой длительный. Но мы заходим в 8 часов. А можем выйти и в 3, и в 4, и в 5. У нас нет такой возможности вылететь. Потому что средства защиты это тоже. Их не так много. И надо как-то об этом тоже беспокоиться. Чтобы хватило. Нашим медикам всем огромное спасибо. Огромное, кто к нам пришел сюда, на помощь. Просто низкий покойный спасибо. Огромное спасибо тот, кто работает в приемном покое. И Лукашова Регина Владимировна, заведующая приемной покой. Она организовала эту работу. И они приходят и работают. Девчонки и мальчишки. То есть все доктора приемной покой. И от них это огромная нам помощь. И просто тоже им огромное спасибо. И у всех медиков с праздником, с наступающим. Всем силы, здоровья, любви, семейного благополучия. Всего самого хорошего. Солнышко, погода прекрасная. Только не забывайте о защитах, о средствах защиты. Люди просто просим. Все, что вам нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.